Всем привет! С вами Виталий Менчуковский и мы продолжаем знакомиться с CSS анимацией. В прошлый раз мы с вами сделали небольшой прелоудер, а в этот раз мы сделаем эффект при наведении. То, что у нас получится, вы сейчас увидите на экране. Это очень просто, не занимает много времени, поэтому поехали. Итак, в HTML нам придется создать блок, который и будет отвечать за нашу вот эту иконочку. Назовем ее просто SOCBOX. Внутри этого блока будет два других блока, то есть передняя и задняя часть непосредственно нашей анимации. Поэтому мы создаем два блока SOCBOX COVER, внутри которого будет наша картинка с иконкой, которую я скачал предварительно с интернета. Вы можете сделать то же самое, в главном формате PNG. И такой же блок у нас будет только уже с классом не COVER, а BACK. Так, есть. Теперь в CSS пропишем нужные нам свойства. Итак, SOCBOX, сам блок, зададим ему. POSITION. ABSOLUTELY. Ширину поставим 40 пикселей. Высоту поставим также 40 пикселей. И OVERFLOW перекрытие HIDEN. Ну так, на всякий случай. Есть. Теперь для двух наших блоков непосредственно, то есть COVER и BACK, мы пропишем правила. Все очень просто. Нужно задать ширину и высоту. В этом случае просто опять поставим по 40 пикселей. Добавим радиус скругления, чтобы получить круг. Пишем BORDER RADIUS 20 пикселей. Так, теперь выровняем картинку по центру. Для этого используется свойством DISPLAY FLEX. Зададим JUSTIFY CONTENT CENTER и ALIGN ITEM CENTER. Отлично. Дальше, чтобы наша задняя сторона не просматривалась при анимации, допишем BACKFACE WISIBLE HIDDEN. Здорово. Теперь зададим непосредственно свойства перехода TRANZITION. Ставим ALL. Время ставим 1 секунда и пишем EASY IN OUT. Почти все готово. Теперь пропишем, как будет выглядеть передняя и задняя часть. Соответственно, COVER у нас будет... Ставим BACKGROUND COLOR черный. И ставим ему TRANSFORM ROTATION Y, то есть вокруг Y оси. Ставим 0 DEGREES. 0 DEGREES. Так, SODS BOX BACKG в свою очередь. Цвет выберем уже синий. Ближе к Фейсбуку. И угол поворота поставим 180. Единственное, я сказал Y, а сам написал опять X. Ну, такое тоже бывает, поэтому быстренько меняем здесь на Y. Так, отлично. Для того, чтобы наши два блока стояли друг над другом, также допишем POSITION ABSOLUTLY. Чуть не забыл. Так, ну и TOP поставим 0. Отлично. Что мы сейчас должны видеть? В принципе, у нас должен быть черный кружочек с буковкой F. Так и должно быть. Далее, при наведении, наши элементы должны повернуться. То есть, при наведении на SODS BOX, то есть когда курсор на SODS BOX пишем hover, мы просто добавляем классу SODS BOX COVER, нам необходимо повернуться. Получается, против часовой или по часовой, скорее всего, стрелки. То есть, добавляем TRANSFORM ROTATION Y пишем минус 180 дегрей. А, для нашего BACK, соответственно, он должен взять позицию в 0. То есть, здесь мы пишем BACK и пишем 0. Добавим также в SODS BOX курсорчик pointer, чтобы было понятно, что типа а-ля ссылка. И проверим, все ли мы сделали правильно. В принципе, то и все. 5 минут и все готово. Обновляем страничку, наводим и наша иконочка переворачивается. Убираем курсор мышки, обратно. Вот и все. Я думаю, такая анимация может пригодиться в оформлении ваших ссылок в социальных сетях на вашем сайте. Вместо DIVA SODS BOX вам просто придется поставить ссылочку A. Ну, допустим, я покажу, как это работает. Единственное, что вот здесь придется нам указать, что это конкретно DISPLAY BLOCK. И все будет работать аналогичным образом, только теперь это реально ссылка, на которую можно нажать. То есть, если мы здесь допишем путь куда-нибудь, в данном случае просто решеточку поставлю. Обновимся, то теперь на эту кнопочку можно кликать и будет а-ля переход. Я думаю, вот такой вот несложный, очень быстрый эффексик на вашем сайте будет хорошо смотреться. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Если это так, не забудьте поблагодарить меня лайком. Я это очень-очень люблю, как вы помните. Также в комментариях под видео не забывайте оставлять темы, касательно CSS-анимации, на которую вы хотели бы увидеть видеоурок. Это все. С вами был Виталий Мещуковский. Встретимся в следующих видео. Всем пока!